Врачей в Алтайском крае стало больше. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В общей сложности за два года в больницы и поликлиники пришли порядка 150 человек. Чуть меньше представителей среднего медицинского звена покинуло учреждение региона. И сейчас планируется пересматривать программу обучения студентов. Появляется и появятся три новых направления. Это управление качеством медицинской помощи, управление медицинским персоналом. И это вопросы инфекционной безопасности и инфекционный аудит в наших медицинских организациях. Также в следующем году возможно появятся новые доплаты медперсоналу и работникам скорой помощи. Потратить на это планируют около 200 миллионов рублей. Для закрепления кадров продолжится финансирование службы молодых специалистов. Ведь благодаря в том числе этой мере поддержки в 2024 году удалось закрепить в больницах и поликлиниках 91% сотрудников с опытом работы от 1 до 3 лет. Обсуждается и приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где ведется застройка. 110 миллионов рублей нам надо было только для БИСК, для того, чтобы возможно выкупить эти квартиры и предоставить им в эксплуатацию. Где-то это решенный вопрос, а где-то сложно решаемый, в силу того, что не строится это жилье вообще. Поэтому здесь мы идем по варианту компенсации аренды жилья. Что касается медицинской инфраструктуры, в следующем году в эксплуатацию будет введено 6 медучреждений. В Олейске, в Камненоби, в Смоленском, Зональном и Мамонтовском районах. Также планируется построить подразделения Барнаульской поликлиники номер 9. А уже к 2030 в Краевой столице может появиться еще 4 поликлиники. По одной в Нагорной части, в поселке Южный, две в Индустриальном районе. В сторону аэропорта активная застройка идет. И как раз таки по Волосихинской мы планируем строительство, предложили поликлиники. И еще одно подразделение, поликлиник в виде поликлиники 9. С другой стороны тоже Индустриального района по Павловскому, вот Ракт. В поликлинике планируют построить в рамках нового нацпроекта продолжительная и активная жизнь. Он стартует в 2025 году. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.